Чинадаилы, Китай, как лучше прекратить общественные неприятности? Чэнтай Чинадаилы, Китай 20 июля 2019 года Местные власти многих городов, включая Ханьдань провинции Хэбэй, Цзинань провинции Шандуна Тинцзинь запретили так называемое пекинское бикини, когда летом мужчины закатывают футболки и становится видно их живот. Целью запрета на оскорбительное для женщин поведение было желание привить людям хорошие манеры. Однако благие намерения местных властей – это только первый шаг на пути продвижения цивилизованного поведения в общественных местах. В их руках сосредоточены все необходимые инструменты, при помощи которых они должны воплотить план запрета пекинского бикини. Действия властей Ханьдань заставляют задуматься. Муниципальные инспекторы района Ханьшань раздают мужчинам, выставившим животы на показ, футболки. Такой цивилизованный способ исправить неподобающее поведение говорит о хорошей организации управления социальной сферы и о готовности людей действовать. И все же для решения проблемы стоит прояснить некоторые факты и принять необходимые меры. Мужчин в пекинском бикини нельзя признавать виновными в оскорблении. Максимум – их можно уличить в неприличном поведении. В социологии оголение мужчины своей живота считается незначительным проступком. Таким образом, появление в общественном месте без футболки не может караться штрафом или публично осуждаться. Об этом также нельзя докладывать работодателю. С такими людьми не могут иметь дело сотрудники отдела общественной безопасности, специализирующиеся на преступниках, нарушителях правил общественно-нравственных норм, так как личная свобода любителей ходить с голым животом охраняется Конституцией и другими законами. К тому же, наказывая людей, чье поведение не соответствует установленным социальным нормам, применяя при этом установленные правила, мы отделяем их от общества, а это может сделать из них правонарушителей. К тому же, применение суровых наказаний к тем, кто демонстрирует окружающим свой живот, расходится с законодательством. Как же местным властям поступать с такими людьми? Во-первых, власти должны действовать в рамках закона, избегать произвола, пытаясь внушить людям в пекинском бике нездравый смысл. Во-вторых, люди, ведущие себя недостаточно цивилизованно, должны понимать, что их просят изменить привычки для их же собственного блага, чтобы оградить их от насмешек. В-третьих, публичные обсуждения должны способствовать поиску наиболее подходящих методов борьбы с общественным раздражителем, так как пекинское бикини отнюдь не красит мужчин. Поэтому лучше всего начать длительную образовательную кампанию, чтобы люди лучше понимали разницу между приемлемым и неприемлемым поведением. Только так люди осознают, что им не стоит закатывать футболки и оголять живот в общественных местах. Существует также много других важных тем, которые заслуживают не меньшего внимания властей. Необходимо вводить практические меры, чтобы убедить людей вести себя подобающим образом в общественных местах. Таким образом, можно помочь улучшить уже имеющуюся систему управления, а также создать новую, всеобъемлющую и эффективную, которая будет иметь гораздо большее значение для страны. Чен Тай, профессор и заместитель руководителя исследовательского института политологии и права Академии общественных наук КНР. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.